15 февраля на Песочинском посту ГАИ сработала система рубеж. Компьютер опознал автомобиль, числившийся в розыске за неуплату кредита. Инспектора остановили машину, пока оформляли документы и ждали эвакуатор. К посту подъехала владелица авто. Видимо, имея при себе второй комплект ключей, она просто села в машину и уехала. В погоню за ней пустились инспектора ГАИ. Несмотря на проблесковые маячки и сирену, догнать гуреводителя смогли лишь в районе улицы Елизарова. Причем догнали инспектора-нарушительницу в прямом смысле слова. Из-за неадекватной поведенки водителя данного транспортного засоба, который, маневруючи, изменяющей скорость напрямую кругу, в конце концов резко загальмувал патрульный автомобиль с кое-взитнением с этим автомобилем Сузуки. Неугомонная водитель иномарки попыталась скрыться с места происшествия, однако ее путь был прегражден сотрудниками ГАИ. Как выяснилось, уже чуть позже, женщина была настолько пьяна, что даже не могла адекватно реагировать на вопросы инспекторов. Вы управляли автомобилем? Я спиртное употребляли, девушка. Сейчас перед моим двойцом кафе его выобразовали. Я три класса образования не могу отвечать на ваши вопросы. Приехали помочь? Ну вы же не отвечаете на наши вопросы. Приехали меня, сука, вот там, утопить. Куртку порвали, побили, снимали. Побили. Тише, тише, тише. Только на меня, не надо на меня. Я хорошо вижу. Я хорошо вижу, да. И в жопу въехали, в жопу. Ты же думаешь, что вас тут нахуй повызывали? Чего? Потому что они съехали мне в жопу. Догоняли. Кроме того, также выяснилось, что 29 марта 2013 года решением Октябрьского районного суда женщина была лишена водительских прав на 60 месяцев. Причина – вождение в нетрезвом состоянии. Чуть позже выяснилась и причина такого поведения, как пояснила виновница ДТП уже в наркологическом центре. Все дело в ее муже. Тут в наркоцентре женщина уже пришла, скажем так, до тями и поведомила, что у нее достаточно серьезные проблемы в семье. Мает двух детей. Человек вытрачивает все деньги, заработанные на игральные автоматы в казино. В отношении нарушительницы составлено два административных протокола. Первый по статье 130 – вождение в нетрезвом виде. И второй по 126 – вождение без прав. Санкции статьи предусматривают штраф до 7 тысяч гривен, а также возможное лишение водительских прав. Дайте мне 2 рубля на проезд и все. До метро хотя бы довезти. На машине. Снялками мне, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова